все раннее утро ну как ранее 8 часов мы выезжаем собрали все вещи и едем в этот день нам нужно проехать чуть меньше 800 километров но по серпантину дорога сложная остановимся в ростове все интересно я вам покажу и расскажу так первое приключение значит мы выехали на побережье там море видите да мы в домике кстати я ненавижу такой колхоз но все-таки ну зато солнце не светит и первое приключение нас остановили как обычно гибдд и что они сказали говорят операция курорт я с таким недовольным видом вылез короче говорю какой курорт даже не стали смотреть документы говорит у вас все нормально все езжайте ну видимо поняли что я не пьяный не бухой и взять с нас нечего и мы все пристегнуты все такие правильные едем дальше да с курорта поехали сочи вот смотрите здесь у нас достопримечательность porsche продают porsche центр сочи дальше уже будут продавать только токтора по дороге а вот мы проезжаем лазаревская ну как сказать я конечно люблю людей но не в таком количестве представляете какой ужас нет ну кому-то нравится и такой отдых наверное сейчас все идут на море ну вот здесь такая улица это даже не арбат это какой-то черкизовский рынок наверное понимаете о чем нет на поводу остановились тут сделать небольшую закупку я взял чурсхелу 10 штук оптом он прям свежим ну это виноградный сок если я не ошибаюсь с фундуком нам нравится фундук нам тоже возьмем мед акацевый на самом деле вот он здесь желтоватый в сочи был акацевый прям он белый прям даже немножко зеленоватый не знаю посмотрим что меня тоже возьмем а может в другом месте серпантину довольно плотное движение и в одну и другую сторону то есть из-за этого наверно мы долго будем ехать поэтому любимый автомобиль силой вкуснятина смотрите еще что это чипсы местного производства как вылет из картошки до прикольно на с томатом и с укропом хэнд мэйд ручная работа чего как чипсы не очень понравились а почему привкус какого-то масла непонятного они сырые они не хрустят они такие мягкие как будто отсыревшие и они какие-то надо как русская картошка вот это в общем не покупайте вы такие есть не будете что вы думали как бы нам с собой взять арбуз нарезать у нас не в том что автомобиль всех времен и народов продается клеится по моему на ты сейчас очень много полиции на трассе ловят наверное за нарушение разметки скорее всего то есть если ты чуть-чуть заехал за линию тут и уже на встречке и все и ты так сказать заехали на рост нефти это туапсе купили кофе ходили в туалет петь и укачала едем дальше пробки что все постояли но в обратную сторону пробка огромное несколько километров люди стоят на жаре пробки стоим около лермонтова смотрите люди как тюлени выбрасываются просто на берег зато очень классный вид мы даже хотели остановиться искупаться но там просто не было поворота а в пробке нам стоит че долго даром прошу есть кондиционер кондиционер то есть не у всех расскажите как вы были в дегустационном зале да ничего страшного но это же все легально вы же не за рулем правильно нет да мы выбирали сухое вино и он из разных этих бутылочек наливал разную сладкую гадость пока наконец-таки его душа не выдержала и забыла да ладно расскажу свою версию короче ирина вышла она говорила о че-то засыпаю прям клонит сон невозможно и через ровно пять минут вернулась совсем другим человеком хорошо сразу широко страна моя родная вот мы из такой вот бутылки сколько там 5 литров красота ну не пробкам вообще нереально смотрите зато как вы заколхозили я так и никогда не но вообще декор это рыбки что вы думали мы же с море едем мне кажется очень красиво лайк проехали джунгу и пробку и мы еще не проехали потому что она продолжается и она была будет еще еще будет мы не едем вот из-за этого часа по дороге который строится не пойми чего ремонт не ремонт едем уже потеряли на рычаж до времени где-то больше больше часа времени потеряли но хорошо что забронировали отель уже сто процентов оплатили а то бы не знаю где бы мы искали место переночевать мы конечно сюда ехали когда но в ту сторону нам очень повезло потому что пробка которая вот сейчас в сторону сочи это же ужас огромная пробка а мы вроде поехали ребят я вам сочувствую у вас все только начинается у нас техническая остановка едем дальше смена декорации смотрите дождик пошел кстати это не просто дождик это жесть зачем ты сюда пришла я мусор убросила младен смотри какой дождик блин прям вовремя я прям рад и роль я рад за тебя едем дальше угадайте где мы естественно в адыгее сейчас будем покупать адыгейский сэр короче думаем брать или не брать вот этих гуманоидов смотрите это и не это и не дыни и не арбузы снаружи как зеленые дыни недоспелые а внутри красные арбузы сейчас не поймешь буду пробовать сэр а можно попробовать сэр попробовать можно вот это я уже стоял мусор на ногу не боюсь отравить это а нет тогда не надо хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-ха ага ну а не очень сладкие сладкие да? охууууу просто первый раз такие вижу я ну что приколубь скалами давайте возьмем давайте возьмем один Что тут думать, надо брать и все Три арбуза взяли Получилось у нас 300 рублей Такие вот арбузы С обликом дыни Они только в Адыгее выращиваются Как нам сказали Мы решили взять эту экзотику Я когда это увидел Подумал, то ли это поле издалека То ли это море опять А это Краснодарское водохранилище Оно огромное Очень большое Проезжаем его Где-то мы в Краснодаре И видим огромный торговый центр Интересно, у меня есть подписчики из Краснодара? Если да То вот как расскажите, как он называется Очень красивый и здоровый Смотрите, большой Смотрите, ребята Великий запад Человек едет в Казань Притормозили В 200 километрах от Ростова Здесь большая заправка Роснефть Кстати говоря Вот это Роснефть Я не знал, что у них еще и мотыли бывают Под Соло Дорога вообще прекрасная Но в прошлый раз мы когда сюда ехали Мы ее пропустили Потому что выехали позже Ну вы помните, да? И уже были пробки И нас повело в объезд А дорога очень хорошая Кстати, мы в прошлый раз ехали через перевал Когда все белые после этого Вся машина была Помните? В этот раз тоже мы не ехали той дорогой Нас навигатор Другим маршрутом послал Но зато мы в пробках сегодня постояли Хорошо Дальше пробок не предвидится Через 5 часов должно быть на месте А сейчас уже Уже 7 часов вечера Смотрите какая красота Это поливают поля Поливают, да А что вы думаете? Гладой может только демонстрация разгонять? Вот Тогда все тихо-спокойно Можно поливать До Ростова меньше 100 километров И мы проезжаем вот этот вот пост ДПС Ну такой серьезный Здесь могут остановить, досмотреть Не знаю, сейчас нам повезет, не повезет Проедем И мы очень надеемся, что после этого поста Можно будет ехать не 90 километров, а 110 Потому что это Краснодарский край, да Получается мы проехали И тут свои правила региональные 90 километров в час Сейчас скорее всего можно уже ехать Не 90, а 110 по трассе Знаков пока не вижу подтверждающих Сейчас посмотрим Здесь знаков нет Ну по умолчанию, наверное Ладно, будем разбираться Не, нифига, здесь тоже 90 Да, и так, друзья Ну снова в пробке Что-то нам сегодня везет И вместо 11 часов мы будем ехать все 15, а то и больше Предположительно время прибытия когда у нас? 23.19 23.19 Ну это еще ничего Ладно, едем дальше Пока в пробке, давайте посмотрим, кто едет с нами Ну вот, например, Дагестан, 05 регион Москва, 177 Вот 178, Питер Кстати, очень много из Питера машин тоже Но им получается не два дня пути до моря ехать, а три Вот, хоть в чем-то Когда ехали в Финляндию, я питерцам завидовал им в принципе Да тут до рукой подать А вот на море нет На море нам ближе Так, ну давайте продолжим 96 Не знаю кто 161 Тоже не знаю кто 131 Тоже мне неизвестно Если кто-то узнает знакомые номера, пишите в комментариях Кроме того, есть номера из Белоруссии Ну, здесь очень большой букет номеров И с Украины тоже, по-моему, мы кого-то видим Все едем в одной пробке, точнее стоим Мы еще потеряли около часа, наверное Здесь такая пробища, ужас И это та же самая пробка, которую вы можете увидеть на втором ролике путешествия в Абхазию На самом деле в Сочи И вот там вот я снимаю, это пекарня Пекарня, в которой мы останавливались Я так узнал это место Ну, сейчас вроде все Должно уже зеленое начаться на навигаторе Пробка вроде закончилась Едем дальше, нам осталось еще час сорок А в данный момент у нас уже полдесятого Все, едем дальше Так, ну что, мы подъехали к Ростову Уже у нас двадцать минут одиннадцатого В одиннадцать с чем-то будем в отеле, я надеюсь Короче, навигатор нас обманул Но в хорошую сторону То есть сейчас десять часов сорок минут Мы уже приехали в отель Узнаете отель? Это тот же самый, который был по дороге туда Это отель Виллы Вида Правильно я говорю? Да Все, заезжаем на парковку На этом первый день возвращения в Москву закончен Всем спасибо за внимание Смотрите следующий ролик Пока Кстати, что меня радует Это то, что нас дождались И когда мы приехали, за нами закрыли ворота То есть здесь, в принципе, такая автостоянка безопасная Это хорошо Обзор отеля вы можете увидеть в первом ролике нашего путешествия Подведем итоги по-человечески Со столом мы уже все здесь разместились Дети спят наверху Отличный день путешествия Выехали мы в полдевятого Приехали в одиннадцать То есть получается четырнадцать с половиной часов, да? В пути Почему так долго? Потому что мы попали в пробку в Туапсе Правильно я ее называю? В Туапсе в пробку попали в сильную Часа два точно там потеряли И еще час или два мы потеряли уже при подъезде к Ростову Там ремонт дороги Еще в Краснодаре мы стояли В Краснодаре тоже стояли В общем, собрали мы все пробки Но в целом путешествие нормальное И я достаточно бодро себя чувствую Все хорошо, отель отличный Но мы уже знакомы Мы сейчас становились немножко в другом номере Тоже в хорошем Завтра утром мы просыпаемся И едем уже до Москвы Смотрите следующий ролик Следующего дня нашего путешествия С вами был Григорий Пронин И компания До новых встреч, пока Все, я спать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok